МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Сегодня большое количество детей рождается с определенными патологиями. Но что же можно говорить об их здоровье, когда они подходят к тому возрасту, когда пора обзаводиться семьей и рожать детей? Статистика вещь упрямая. И она в последние годы дает все более разочаровывающие результаты. К началу семейной жизни практически каждый второй имеет хронические заболевания, которые могут прямо или косвенно влиять на репродуктивное здоровье. Большой процент молодых людей рискует пополнить армию бездетных. Давайте поговорим о репродуктивном здоровье сегодня. К нам в студию пришел Алексей Попов, врач-эндокринолог-гинеколог, репродуктолог. Добрый день, Алексей Борисович. И тема очень сложная, как мне кажется, задана нами сегодня. Эта тема не столько сложная, сколько актуальная. Я бы сказал вот так. Репродуктивное здоровье населения – это проблема, которая существовала всегда. Потому что и в художественной литературе, и в истории мы знаем очень много примеров бездетных браков у известных персонажей и художественной литературы. И никто прям не приходит сразу вот так на ухо. Да, не приходит, но там есть, когда, да, например, курочка ряба, да, бабушка с дедушкой. Вот так даже. Я так глубоко, конечно, не копала. Да, это вам пример. Вот, да, нарушение репродуктивной функции у бабушки с дедушкой, когда они еще были молодыми, потому что они дожили до бездетного. И бездетные бывали и короли, и цари, и князья, да. И поэтому вот эта проблема, с которой мы начали сталкиваться, она в научном плане начала развиваться совсем недавно, потому что эндокринология, в принципе, как наука, это очень молодая наука. Первые открытия гормонов – это все 20-е, 30-е годы. Это только, скажем, в 50-е, 60-е годы появляется какое-то понимание взаимодействия гормонов между собой. В 60-е годы появляются первые препараты, гормональные препараты, негормональные препараты, воздействующие на гормоны. И мы начинаем, где-то вот начиная с 60-х годов, медики, ученые начали понимать, какое влияние на репродуктивную функцию оказывают те или иные железо-внутренней секреции. Что такое эндокринология? Да, это наука о работе железо-внутренней секреции. Такое очень… Название все знают, но мало кто понимает, что туда… Я думаю, даже никто и не задумывается. Да, а между тем, это органы, которые обеспечивают работу нашего организма. Сюда входят и щитовидные железа, сюда входят яичники у женщин, сюда входят молочные железы, это надпочечники, это вилочковая железа, это гипофиз, гипоталямус. То есть это с верху вниз, я что-то как-то пошел снизу вверх, вот, у мужчин это стиклы, яички. То есть эта вот вся система, она должна находиться в равновесии. То есть определенное количество веществ, определенные железы в определенный момент времени должны выделять из… в кровь, вырабатывать и выделять в кровь. А регулируется это все главным мозгом. Поэтому, то есть главный мозг, он как бы накрывает всю эту сферу, и поэтому влияние на эндокринную систему, оно может быть многоярусным и многофакторным. То есть это может быть неправильная команда из главного мозга, это может быть блок между главным мозгом и органом-исполнителем, это может быть отсутствие адекватного ответа органа-исполнителя на нормальную команду. И вот этот весь клубок, да, это очень интересная специальность. Вот я не случайно сказала, что это все очень сложно. Вот, и да, это очень сложно в том плане, что мы еще просто очень мало знаем. И если мы сейчас вот уже как-то более или менее представляем себе связь вертикальную, то есть кора, подкорка и органы-исполнители, то вот связи горизонтальные, они сейчас вот только нащупываются учеными. Вот когда врач говорит, мы еще мало знаем, становится страшно. Это не страшно, это наоборот счастье, потому что мы понимаем, что мы мало знаем, и, соответственно, когда мы это понимаем, мы начинаем это изучать. А вот когда мы не понимаем, что это и зачем это нужно, да, ведь, скажем, гипофиз — это та железа, которую профессор Преображенский пересадил шарику. То есть вот в те годы функция этой железы представлялась вот так. То есть ее не знали, предполагали, что она нужна для чего-то, но даже не знали для чего. А сегодня его даже пересаживать не надо. А сегодня мы уже знаем, какие гормоны она выделяет, как она командует и как на нее воздействовать зачастую. Какие виды опухолей с ней бывают и так далее. Это все благодаря тому, что вот, да, наверное, страшно и очень страшно интересно еще. Алексей Борисович, мы с вами все-таки начали с репродуктивного здоровья, но как-то пока так ненавязчиво ушли в сторону, хотя от темы не отклонились, да. Так вот, по поводу репродуктивного здоровья. Вот этот термин, он понимается каждым как-то по-разному. Что все-таки... Он и врачами-то по-разному понимается. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения сформулировала четко, ну вот как с этим быть? Ну да, сформулировать-то она сформулировала, но существуют разные направления, школы, разные взгляды на ту или иную вид. Понимаете, люди считают, что вот, что такое нарушение репродуктивной функции? Это у человека... У семьи нет детей. Да. У семьи нет детей, это все-таки социальный статус. Потому что мы знаем с вами, вы, наверное, знаете, особенно сейчас это среди... Интеллигенции, среди людей умственного труда очень часто бывает, когда просто сознательно не заводят детей. Да, сейчас есть такое течение. И как бы это же тоже получается, у них же нет детей, значит, у них бесплодие. Только они его сами себе устроили, да? А есть семьи, которые действительно по-настоящему хотят детей, и у них не получается. И дальше, чтобы понять, почему это происходит, конечно, нам приходится, ну, прежде всего, просто поставить диагноз. Иногда бывает просто сложно понять, что происходит в этом организме. Примеров, скажем, нарушений продуктивного здоровья очень много. Зависит от того, какое здоровье было у мамы, конечно, в какой среде человек рос, конечно. От психологического состояния человека зависит репродуктивное здоровье. От того, в каких условиях жила девочка в период полового созревания. От тех глупостей, которые она совершила очень часто в молодости, просто по незнанию, да, и это к вопросу о половом воспитании, нужно оно или не нужно. И которые потом, в возрасте 30 лет, когда у нее уже брак, и когда все глупости остались позади, я имею в виду прерывание беременности, искусственное прерывание беременности, это все тоже сказывается на здоровье, на возможности в последующем завести детей. И поэтому проблема репродуктивного здоровья – это не то, что вот кто-то там простыл или ноги там промочил, понимаете. Это не является проблемой на самом деле. Проблема – это действительно, это комплекс тех мероприятий, которые не делаются в детском и в подростковом возрасте. Да, давайте тогда с этим будем сейчас разбираться. Вот мне кажется, что редкий человек проживает свою жизнь, не используя по назначению свою репродуктивную систему. Если может, да. Вот. Но, тем не менее, вот, как мне кажется, есть проблема, не наступает беременность. Женщина должна вроде бы пойти к гинекологу, мужчина, ну, может быть, к урологу, я не знаю. К андрологу. К андрологу, да. Вот кто и с чем идет к репродуктологу? Кто ваш пациент? Ко мне идут те, кто прошли уже почти все, что нужно. Это вам скажет вот любой эндокринолог-гинеколог, который занимается вот конкретно, вот только эндокринологией в гинекологии, который не занимается эндокринологией в гинекологии, как такой факультатив у него, то есть вот он работает гинекологом обычным, но еще как бы пытается вот заниматься эндокринологией. А те, кто занимаются только эндокринологией в гинекологии, репродуктологии. К нам люди попадают обычно уже пройдя много. Потому что они идут, естественно, куда? Они идут в женскую консультацию. Есть сейчас, во всяком случае, в Тольятти это точно, есть совершенно определенный процент, очень ответственных, очень грамотных врачей, к которым я, например, испытываю уважение, просто уважение, которые говорят, знаешь что? Нет. Вот тут что-то тут вот не мое. Вот тебе надо вот к эндокринологу. Понимаете? А есть люди, которые начинают лечить. А так как квалификация не позволяет, то, например, зачастую назначаются противозачаточные таблетки, например. Да, это вот мой любимый пример, моя любимая фраза. Уважаемые доктора, противозачаточные таблетки не являются лекарством. Вот. Это немножечко другой препарат. И поэтому к нам они попадают уже прошедшие операции очень часто и очень во многом разочарованные. И в большинстве своем, конечно, в подавляющем большинстве своем в очень тяжелом психологическом состоянии. И вытаскивать приходится не только в плане гормональном, но приходится еще и работать... Психологом? Ну, психолог, это понимаете, это учитель. Психотерапия. Который успокаивает по принципу то ли еще будет. А психотерапия, да, но так как психотерапия это отдельная огромная специальность и которую осваивать можно всю жизнь. Поэтому, конечно, рядом с эндокринологом, гинекологом, средопродуктологом должен быть талантливый психотерапевт. Понимаете? С другой стороны, должен быть грамотный, ответственный, серьезный классический гинеколог. Вот когда вот так построена эта работа... То есть вот такое трио должно быть... И еще, мало того, и еще тоже рядом должен быть грамотный, ответственный общий эндокринолог. Вот когда вот эти специалисты работают в одном направлении, тогда достигается результат. Если женщина находится в состоянии хронического стресса, то адаптация, адаптогенные свойства гормонов, они не дадут работать с яичниками, она в стрессе. Организм говорит, нет, тебе нельзя сейчас иметь ребенка, ты в стрессе. А в стрессе она именно потому, что не может иметь. ребенок. Да, я вам могу рассказать, как я стал эндокринологом, гинекологом в 85-м году. Был юбилей Победы, 40-летие, и тогда было всего два канала на телевидении, и все время шли военные фильмы, а я уже тогда проходил субординатуру по гинекологии. Я в то время учился в Казани, в Груздевской клинике, я подошел к профессору Козлову, сказал, слушайте, а вот как же они там во время войны-то в окопах, женщины, я же уже гинеколог, с гигиеной просто, как. И вот он мне сказал, у них не было месячных. Я говорю, почему? Он мне говорит, о, а вот на этот вопрос, говорит, и подарил мне книгу вот такой толщины, воспроизводства, румынских авторов, воспроизводства человека. Я ее читал пять лет, вот, пытаясь изучить. То есть организм отключает функцию определенную, когда жизнь угрожает опасность, когда ясно, что женщина в окопе под обстрелами, тогда она просто не выносит. Да вы что? И отключалась функция, понимаете? И сейчас это происходит. Только по другой причине, не потому, что женщина в окопе. Вот недавно у меня из другого города пришло письмо, вот, девушка жила в Тольятти с семьей мужа. Вот. Я ее лечил почти два года и ничего делать не смог. И психотерапевт ничего сделать не смог. И она уехала в другой город и написала мне через три месяца, что она беременная. Понимаете? Вот это, вот семья Ворониных, был у меня такой случай в Тольятти, когда в одном кармане жили бабушка с дедушкой. Нет, там жила свекровь. Ну да. И свекровь не понимала разницы между своей квартирой и квартирой сына. И только когда они уехали в Комсомольский район, там, не, ну я, как бы... То есть даже вот на таком психологическом уровне может отключаться детородная функция, правильно? Да. в одной английской монографии было написано, что многолетнее бесплодие, недиагностированное, непонятным диагнозом, женщина боялась, то есть психотерапевты это раскрутили, женщина боялась, что после родов будет плохо выглядеть, и муж ее разлюбит, и поэтому у нее не наступала беременность. Когда психотерапевты сняли эту установку, у нее наступила самостоятельная беременность. Понимаете, настолько все сложно, настолько все неоднозначно. мне кажется, вот это самый, наверное, благоприятный случай, потому что все-таки есть грамотные психотерапевты, и вот это как раз проблема, наверное, решаема, да? Ой, ну, вообще, в принципе, понимаете, я вам могу привести другой пример, когда женщина здесь на протяжении двух-трех лет лечит поликистоз яичников, то есть у нее яйцеклетка не выходит из яичника, то есть не поступает то, что называется овуляция, да? И мы ничего здесь сделать не можем, ни стимуляции не помогают, ничего, ничего не помогает. Она уезжает жить на юг, к морю, и через полгода беременеть для всякого лечения. То есть, у нее были проблемы со щитовидной железой. Но они были не диагностированы не потому, что врачи плохие, а потому, что мы не все умеем диагностировать. Когда она начала получать йод, то все решилось. У нее заработалась вся система. Счастливая история. Алексей Борисович, ну, а все-таки каковы основные... Нет, наверное, сначала не так. Вот когда говорят о бесплодии, то в первую очередь говорят о женщине. Но на самом деле ведь мужчина здесь играет, наверное, совсем не второстепенную роль. Не второстепенную роль. Примерно где-то больше половины. То есть, давайте так скажем, вот если взять все бесплодные семьи, то точно, вот точно виноваты, там, скажем, 30% женщины, процентов 30 мужчины, остальное совместно. Остальное свекровь. Нет, остальное совместно. То есть, когда чуть-чуть у нее, чуть-чуть у него, и вместе не наступает, и вместе эффект, значит, нулевой, тоже любой человек скажет, что это сплошь и рядом, когда семьи разводятся, и в других браках у каждого... Появляются дети. Значит, там один из супругов абсолютно здоров. вот. Но это все чаще всего эндокринные проблемы, которые не позволяют. Другой вопрос, что у нас мужчин, женщинами не всегда квалифицированно, не всегда доброжелательно, да, но все-таки занимаются с детства. Понятия андролога у нас вообще нет. Эту функцию берут на себя урологи. Большое им за это спасибо, большое человеческое спасибо, потому что это в принципе не их занятие. Их в принципе этому не учили. У нас мужчины в этом плане брошенные. Понимаете? И, конечно, скажем, даже просто вот такая элементарная вещь, как инфекция, критерии, скажем, здоровья у уролога и у андролога, они разные. у андролога они более жесткие. Не все урологи это знают, потому что не все урологи, но они пытаются что-то делать, но это очень все сложно. Вот все, что касается мужчин, это все очень сложно. Тут у нас с нашей квалификацией проблемы. Давайте все-таки назовем основные причины нарушения репродуктивного здоровья. Общие какие-то все равно же существуют. У женщин, значит, со мной могут не согласиться кафедральные работники и так далее, но мое твердое убеждение, что у женщин основная проблема это эндокринная составляющая здоровья. У мужчин все-таки это последствия воспалительных процессов и чаще всего не заболевания типа свинки, которые мальчики перенесли в молодом возрасте. И плюс еще к этому у нас достаточно большой процент хромосомных заболеваний, когда детерминированное вот когда состояние хромосомного хромосом гены складываются так, что механизм скажем регулирования выделения каких-то гормонов он не работает у данной женщины. Вот. И приходится вот это поправлять. То есть такие вот вещи есть. Вот это главное все-таки. В следующем этапе идет неправильное поведение. То есть это воспалительные заболевания, но сейчас хорошие антибиотики, сейчас в принципе это все лечится. понимаете, неправильное поведение, неграмотность, вступление в половую жизнь людей, которые в принципе безответственны. Не то, что вот им рано, ну я не судья им, я не могу, понимаете, я не Господь Бог, чтобы говорить, рано им начинать положить или нет. Это меня не касается, это их проблема, их родители и так далее. Но вот то, что они должны вступать, то есть даже не вступая в эту половую жизнь, они должны все-таки как-то представлять себе механизмы, как избежать неприятных последствий. Вы о контрацепции я о контрацепции прежде всего о таком условии, как презерватив, да, которые мы с большим трудом научились говорить, и я в том числе, к началу 2000-го года. То есть, понимаете, если бы мы с вами встретились в начале 90-х, я бы сидел весь красный и я бы не смог из себя выдавить это слово. Понимаете? Поэтому, конечно, наши дети, мы должны больше уделять внимание, во-первых, всем проблемам с щитовидной железой у девочек. Это наши любимые педиатры. Они должны обращать внимание на сухость кожи, на ломкость ногтей и так далее, и так далее. Понимаете, признаки, ну, знают все доктора, знают эти шесть признаков гипотириоза, недостаточности щитовидной железы, вот, которые может быть единственной причиной, почему не запустился в механизм выхода яйц из клетки из яичников. Такое бывает. Это вот первое направление. Второе направление, ну, хорошо, ну, не хотите вы, чтобы врачи или социальные работники рассказывали вашим детям о правильном, да, образе жизни, о, ну, то есть проводили половое испытание, ну, в семье надо говорить, значит, об этом. Есть родители, которые не хотят? Говорить? Да, конечно, и достаточно почитать интернет, там очень мощное, это, мы ничего не знали, мы вот живем, извините меня, ну, ну, да, ну, вы не знали, ну, сколько среди моих ровесников, людей, которые наделали глупости, только потому, что не знали, вот, и потом расхлебывали это на протяжении очень многих лет, да, и слава богу, если к сорока годам все-таки беременели и рожали детей. Поэтому это вопрос, он очень дискутабельный, это вопрос связанный с религией, разные конфессии в христианстве толкуют его по-разному, но я как бы сейчас не затрагиваю другие вопросы, потому что мне тоже очень близко, вот, но я считаю, что мы должны, конечно, как-то научиться разговаривать со своими детьми. Как-то научиться самим говорить об этом, а потом уже пытаться рассказать о своем детьм. Да, да, и рассказать А может, все-таки специалисты для этой цели больше нужны? Ну, я вот работал в центре семья, на городской центр семья на Алексея Толстого, я там работал, наверное, около года, я ходил по школам, читал лекции. Ну, и как это было? Хи-хи-ха-ха, девочки краснее или мочкаку? Никто не краснется. Вот восприятие детей. Вообще никто не краснется. Слушайте, у нас нормальные, умные, развитые, грамотные дети. То есть они готовы воспринимать информацию? Вот, во всяком случае, я ходил с лекциями по Самарскому Ленинскому району, да, я не знаю, может быть, здесь просто, первое поколение вот городских жителей. Я не знаю, я ни разу не знаю. Они сидели, они все слушали. Потом, понимаете, я же им не рассказывал о том, как надо пользоваться вот этими изделиями. Презервативами. Презервативами, например, потому что я сам еще не умею об этом говорить. А уж тогда, это был, наверное, год 98-й, 96-й, я сам не умею об этом говорить. Что я им рассказывал? Я им рассказывал просто, как происходит, как работает система и где и почему ее можно сломать. Ну вот информированность это прежде всего. Информированность, да. И как бы вот дети должны были, то есть я старался, чтобы особенно старшие, вот 11-й там класс, 10-й, 11-й класс, чтобы они понимали, что они ответственны за свое будущее сами. но, к сожалению, тогда как-то это все у нас было закрыто, по политическим, по моим вопросам, по политическим мотивам, к сожалению, это не пошла, эта программа, и мне кажется, что мы вот сейчас получаем вот этот результат. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, вот в завершении уже, наверное, программы нашей проблема бесплодия. Я сегодня прочитала такую вещь, что она решена, кто-то смело заявляет, что это в любом случае можно что-то сделать. Так ли это на самом деле? Вот вы мне сейчас задаете вопрос, на который у меня, в принципе, ответа нет, понимаете? Она не решена, но я своим пациенткам говорю так, моя задача создать условия для наступления беременности, чтобы ежемесячно созревала яйцеклетка, чтобы яичники после выхода яйцеклетки работали определенным образом и давали определенный гормон, чтобы между яйцеклеткой и сперматозоидами не было препятствий для их встречи. Вот это моя задача. Но наступление, сам момент зачатия, сам наступление момента беременности, это все-таки от Бога. Понимаете? Мы знаем, как наступает беременность, но мы не знаем, почему она наступает. Это действительно так. Это тайна, которую Господь нам не открывает. У вас сейчас, мне кажется, ученые на костре готовы сжечь. Пусть попробуют. Пусть попробуют. То же самое. Мы знаем, как начинаются роды. Мы не знаем, почему вот у этой женщины, вот в эту минуту начинается родовая деятельность. Мы пока этого не знаем. Будем ли мы это знать? Откроют ли нам эти знания? Будут ли они открыты когда-нибудь? Будем надеяться, что будут. Одним словом, все-таки лучше не полагаться на то, что медицина сейчас решает легкую проблему бесплодия, а задуматься пока не поздно вот о том, о чем мы с вами сегодня говорили. Однозначно, что здоровый образ жизни никто никуда не отменял. А голову люди должны включать еще до 14-летнего возраста, и родители должны их научить этому. Если родители сами не понимают, они должны прийти к специалисту и спросить, как мне научить? Для этого есть детские психологи, для этого есть детские психотерапевты, понимаете? Для этого есть педиатры, которых учат этому в институте. Более старший возраст должны приходить и спрашивать, ведь я вам скажу, ко мне же приходят женщины и говорят, я собираюсь замуж, я хочу проверить. Понимаете? Это же прелесть, потому что это, это я начинаю понимать, что у этих, у этих мам с детьми будет все в порядке, они их будут воспитывать совершенно по-другому. И у детей будет тоже все в порядке. Совершенно верно. Спасибо, Алексей Борисович. Репродуктивное здоровье это часть общего здоровья человека, которое подразумевает физическое, духовное и социальное здоровье. Совершенно верно. Безусловно, знание факторов, влияющих на него, является первым шагом на пути его сохранения. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин